В отчете «Ведомость по товарам на складах» анализируются обороты по товарам в количественном выражении. Отчет может быть выведен как в базовых единицах, в единицах хранения остатков товаров и в единицах для отчетов, назначенных для товаров в справочнике «Номенклатура». С помощью данного отчета можно получить график поступления и отгрузки товаров со складов предприятия с любой периодичностью, например, за каждый день в течение определенного периода времени. Для этого в группировках отчета необходимо установить соответствующий порядок группировки – по дням, по неделям и т.д. В том случае, если необходимо детализировать приход товаров по документам, то нужно на закладке «Поля» выбрать документ движения «Регистратор». Причем в отчет можно вывести информацию не только о самом документе, но и о любом реквизите документа. Например, в отчет можно дополнительно вывести информацию об ответственном сотруднике, который оформил этот документ. В отчете можно произвести отбор данных по различным параметрам – по группе товаров, по произвольному списку товаров, по складам и т.д. Отчет может быть построен в разрезе серий и характеристик товаров. В отчете «Ведомость по партиям товаров на складах» отображается полная информация о распределении товаров по партиям. В отчете можно вывести полную информацию о поставщиках товаров и о том, как распределились товары по партиям. Отчет может быть сгруппирован по статусам партии. В том случае, если ведется партионный учет по складам, то отчет можно вывести в разрезе складов. В быстрых настройках «Отбор отчета» можно установить отбор по одному или нескольким документам поставки. Для того, чтобы в отчете выводилась информация о документах движения, по которым производилось поступление и отгрузка товаров, в настройках отчета на закладке «Поля» в список надо добавить документ движения «Регистратор». Количественные данные в отчетах могут отображаться в базовых единицах измерения, в единицах хранения остатков и в единицах для отчетов. В качестве суммы товаров отображается себестоимость товаров, рассчитанная на момент отгрузки. При этом учитываются также дополнительные расходы, оказывающие влияние на себестоимость товаров. В отчете можно также установить дополнительную группировку по статусам партий, а также по периодичности – день, неделя, месяц и т.д. Отчет «Анализ доступности товаров на складах» позволяет получить полную информацию о наличии и доступности товаров к отгрузке со склада. Отчет показывает не только текущий остаток товаров на складах, но и количество товаров, зарезервированных под заказы покупателей, заказы на производство, внутренние заказы, а также количество товаров, поступивших или готовых к передаче с ордерного склада. Продолжение следует...